виталий приветствую тебя традиционная встреча в понедельник обсуждаем как и всегда рынке фундаментальный фон технические возможности которые есть в плане тех анализов все это друзья делать для вас чтобы всегда было больше информации для принятия торговых решений ну что индекс доллара инструмент который активно растет я думаю что мы видим на рынке что инициатива явно пришла к покупателям американской валюты поэтому на какой бы риск мы сейчас не посмотрели то логично что рисковые активы сейчас под давлением причем прошлой неделе была не то чтобы насыщена какие-то фундаментальные события релиза каковых значимых не было но было несколько выступлений представители американского регулятора и выступление джерома паула в тонском экономическом клубе то есть повторил то что было им ранее озвучено получается уже две недели назад по итогам заседания американского регулятора я параллельно давай демонстрации перейду чтобы так секундочку так летали видно уже график на отлично индекс доллара друзья сейчас котировки 103 53 мы видим то что американская валюта остается на локальных максимумах я честно говоря рад что инициатива перешла к покупателям потому что когда индекс доллара котировался в районе 102 пунктов ну прям верил что слишком сильно распродали американскую валюту за последнее время и доллар достоин чтобы хоть какое-то время еще поспротивляться и локально подорговаться на более высоких ценовых значениях еще раз повторюсь что я не ожидаю что индекс доллара вернется к уровню который мы наблюдали в конце прошлого года это конечно же перебор потому что рано или поздно я думаю что уже относительно рано американский регулятор все-таки откажется от жесткой монетарной политики но не сейчас какой-то период времени есть возможность поработать с идеей роста курса доллара по крайней мере сейчас когда у нас подтверждена позиция американского регулятора что ставки будут расти сейчас даже на рынке спекулируют на тему того что ставку можно будет поднять и в марте и в мае и в июне то есть она чисто теоретически легко даже если американский регулятор будет повышать ставку на 25 байсных пунктов она в конечном счете легко может достичь 5 и 5 процентов я согласен с тем что сейчас пожалуй лучше бы ставку ну как минимум держать на высоких значениях потому что следует создать условия для охлаждения американского рынка труда потому что последний отчет полном фарм перлс который мы с тобой еще ранее разбирали отчет его нам показал что заработные платы остаются на очень высоких значениях и на мой взгляд роза заработных плат он будет оказывать такое поддерживающее разгоняющее даже что ли свойства на инфляции и вот буквально на выходных челкая каналы на блумберге разбирали ситуацию именно какие стоит ждать данные по инфляции уже завтра это опять же статистика выйдет в важный релиз пожалуй самый важный этой неделе и стоит ли рассчитывать на позитивную динамику которую вот например мы видели в новой зеландии в австралии и в германии пятницу как раз акцент на то что если растут заработные платы повышаются цены на поддержанные автомобили в этой связи можно рассчитывать что индекс потребительских цен покажет положительную динамику поэтому конечно же будет прям совсем неожиданность если мы увидим цифры которые подтвердят что инфляция в прошлом месяце в штатах выросла и это скажется также на годовом показателе потенциально при росте в случае роста инфляции конечно же на рынок тут же вернутся спекуляции относительно уместности повышения ставки даже не на 25 байсных пунктов основу на 50 байсных пунктов потому что мы знаем что фрс в принципе ничего другого и не придумал кроме как бороться с высокой инфляцией более высокими процентными ставками поэтому я рассчитываю на то что индекс доллара сможет воспользоваться текущей ситуации и конечно же сейчас на фоне ожидания от этого релиза по инфляции и потенциально завтра если мы увидим цифры которые будут позитивными 105 пунктов легко в рамках этой недели то есть это да амбициозная цель все-таки индекс доллара не так был активен как многие другие финансовые активы но вот значимость отчета по инфляции лично меня удерживать на стороне покупок и позволяет верить или визуализировать что восходящая динамика может оказаться даже очень неплохой что касается рисковых инструментов но поскольку я по фунту точнее по доллару только что обозначил развитие восходящей динамики евро и фунт это инструменты которые остаются под давлением евро сейчас уже котируется на отметке 1 0 6 80 и я считаю что 1 0 5 это значение которое мы можем увидеть в ближайшие торговые сессии если конечно же реализуется вот сценарий роста курса американского доллара что касается британской валюты здесь пожалуй я больше медведь потому что здесь даже не хочется проводить исключительно корреляцию с индексом доллара здесь достаточно и национального британского фундамента края негативного который может стать причиной пробоя поддержки 1 20 и движение еще ниже на прошлой неделе было много выступлений и представителей банк англии в частности даже были глава и глава британского регулятора перед палатой общин подтвердил что рецессия неизбежно и неизбежен также тот факт что британскому регулятору придется и дальше повышать процентные ставки даже несмотря на то что эту ставку подняли уже на десяти последних заседаниях подряд и инфляция если мне не изменяет память в англии остается сейчас среди развитых стран самая высокая она выше десяти процентов и мы видим то что ужесточение монетарной политики по крайней мере вот текущими темпами в текущих условиях обстоятельствах не оказывает охлаждающего влияния роста инфляции это тормоз для потребительской активности проблемы на рынке недвижимости по сути кризиса на рынке недвижимости который тоже влияет на потребительские предпочтения так далее следствия или даже скажем так негативные последствия протестов а еще один негативный момент который будет таким деструктивным фактором для британской валюты и пятничная статистика по промышленному производству п тут наверное выдумывать и притягивать за уши какой-то позитив не стоит она казалась плохой ну нулевой показатели квартальном выражении роста это мне кажется плохая динамика месячный показатель минус на целых пять десятых процента потом другие отчеты которые по обрабатывающей промышленности по в целом динамике промышленного производства тоже релизы которые не позволяют сейчас рассчитывать на какое-то даже умеренное восстановление британской экономики поэтому я жду серьезного экономического спада думаю что фунт все с этим тоже будет негативить по этому поводу и даже среди рисковых инструментов вот оценивая перспективы евро и фунта я бы предположил что потери британской валюты могут быть более серьезными и если в рамках вот ближайших торговых сессий мы увидим тест поддержки 1.20 даже на импульсном рывке на импульсном движении пара фунт доллар легко может провалиться к уровню 1.1850 1.19 это как бы мои ближайшие целевые ориентиры и пару слов буквально про рынок нефти который сейчас стабилен в плане развития восходящей динамики 85 50 по бренду думаю что 90 долларов это цель которую я сохраню на ближайшее время особенно в свете вот анонса российских экспортеров о том что из-за западных санкций придется сократить дополнительный объем нефтедобычи на 100 тысяч баррелей и мы тут же обязаны вспомнить про соотношение спроса предложения про ситуацию с глобальным предложением на фоне восстановления китайской экономики и на мой взгляд сейчас путь наименьшего сопротивления это все-таки говорить о потенциальном дефиците который может наступить если не сейчас то ближе к уже третьему четвертому кварталу и на этом фоне рынок может развить восходящую динамику и даже потенциально превысить 90 долларов за баррель италий она на этом все тебе передаю слова так и момент у тебя попробую демонстрация работает до твоя пока не ушла пока не идет не давай сейчас попробуй все пошло ну чтобы я добавил по поводу процентных ставок если рассматривание но для тех трейдеров которые занимаются среднесрочным долгосрочным брейдингом для понимания вот эти процентные ставки которые идет уже значение последние несколько месяцев до такой агрессивная осень началось там 075 05 процентов поднимали и скажем на на доллар все ожидали что все обвалится и и так далее но нужно понимать что повышение процентных ставок влияет на рынок в долгосрочной перспективе это в среднем где-то вот есть такое понятие мы получили где-то примерно такое начало агрессивных поднятий это осенью то есть у нас есть так рассматривать то влияние на будет примерно где-то такое ощутимое где-то во второй половине 23 года конец 24 год мы уже видим явные признаки рецессии так как у нас если рассматривать по сша про прошлые два квартала были снижения и последний квартал который вышел он якобы показал плюс и все-таки о нет рецессии в этом понимании я все знают что там последний подряд три квартала это рецессия как бы сигнал хотя был такой недавно один момент даже шутил что ранее было когда два раза подряд квартала снижение до этой рецессии ну вот так шутят что кто-то почистил википедии смелось двух кварталов на три квартала есть такие даже ну как бы это не шутка мне кажется что это реально было я экономисты реально обсуждали поэтому в долгосрочной перспективе нужно искать скажем точки на снижение фондовых индексов роста доллара то есть напомню последние несколько месяцев я медведем по индексу доллара на текущий момент прошлый понедельник я с тобой перевернулся поэтому я ищу точки ухода на покупку доллара конечно это может дело затянуться и не с текущих мы можем пойти глобально на 115 120 и выше я считаю что индекс доллара покажет в конце года и двадцать четвертом году достаточно сильный рост и по отношению к другим валютам евро пункт китайский юань да и другие валюты поэтому ищем точки входа это может быть длительный такой длительная охота на хорошую точку с обязательным соблюдением риск менеджмента так как ожидание это одно демонстрация крана не идет мне пока идет запрет так теперь все пошло ну комментарии по поводу акции фондов сша я в прошлый раз что видео отключу по поводу акции если кому интересно чтобы я делал разбор акций пишите в комментариях название акции там тикеры обязательно чтобы мы разобрали их на следующих обзорах и по возможности разбирать если интересные идеи я вас свое мнение а так пока остановимся на валютах по поводу индекса доллара прошлый раз когда мы с тобой встречались в понедельник я говорил что прошел импульс не стоит ожидать с коррекции искать точки входа на покупку назывались цели 102 102 30 в принципе один откат сделали в район 102 и 3 я со своими скажем учениками подписчиками начал покупать только индекс доллара в во второй половине четверга утром пятница да то есть я дал ориентирую что возможно покупать у нас как я считаю возможно закончилась коррекционное движение в этом импульсе и мы будем двигаться к тем целям которые ты назвал в район плюс-минус до 5 не исключаю что мы можем еще раз прописировать эту зону скажем поддержки которая у нас поэтому кто торгует индекс доллара набирайте покупочки с общим скажем стоп-лоссом где-то в районе 102 101 7 примерно там нужно смотреть уйдет ли она ниже или нет обязательно с риск менеджментом потому что мы сейчас работает против тренда у нас среднесрочно нисходящий поэтому никогда нельзя исключать что это всего-навсего коррекция и мы дальше пойдем обновлять мини по другим валютам который ты назвал там и евро фунт я повторяться не буду давать какие-то новые добавлю возможно будет там словно азиатский регион словно этот параллель до новозеландский доллар здесь аналогично я рассматриваю скажем рассматриваю снижение у нас сейчас идет небольшое накопление нисходящим импульсе поэтому в районе 063 50 если мы туда дойдем возможно пробовать текущих целиться по данному инструменту в район 062 возможно работать по данному инструменту с общими стопосами за максимум четверга который у нас был не исключаю аналогично как по новозеландскому доллару как я сказал уже появится доллара что мы можем еще четверг вот эти минимум максимум посмотрим по австралийскому доллару картинка практически аналогичная где-то с коррекцией возможно рассматривать снижение по данному инструменту доллар иена но уже достаточно хорошо ушла наверх я со своими ребятами покупал с коррекцией в районе 103 50 там 103 131 когда мы красиво сделали выносы и пенбары нарисовали и мы уже находимся в покупках кто ранее не покупал в принципе потенциал роста еще есть возможности пущих скажем риск длина стопоса будет чуть чуть длиннее цели где-то в район 134 5 по металлам принципе у меня аналогичная картина возможно мы уйдем где-то пониже в район 1820 1800 у нас началось такое коррекционное движение пошли импульсы вниз и в принципе все что ниже 1800 так скажем 80 я бы рассматривал на свяжение у нас есть один импульс 2 сейчас происходит коррекционное движение в импульсе который получить четверг и возможно мы дальше будем падать пока как я уже сказал вот это все движение что по золоту что по другим валютам я пока рассматриваю возможно коррекционное движение и еще на пару недель и дальше возможно продолжение вот этих среднесрочных трендов которые у нас есть по индексу доллара нисходящий и по золоту так как у нас по золоту я не исключаю что у нас на текущий момент идет коррекция которую я ранее уже ожидал по индексу доллара она началась и по золоту примерно если мы идем там как я сказал 1800 возможно плюс-минус чуть ниже и дальше возобновление среднесрочного роста уровня 2000-2070 на обновление максимум которые у нас были в прошлом году когда мы и добьем там дальше будем смотреть так я считаю что это будет такая бычья ловушка для инвесторов золотых жуков как говорят все будут думать что мы дальше уйдем космос возможно там плюс-минус к ним вот эти максимум исторические и дальше дальнейшие снижения там уже по факту посмотрим ну и в принципе все да то есть я пока на сегодня там рынок валютный золото серебро аналогично по фондовому индексу скажем если рассматривать S&P 500 пока этот рынок для меня скажем долгосрочной перспективе я ожидаю точки ухода на шорт хороший напомню там сейчас если смотреть индекс индекс эйфории по росту на рынке акций он сейчас зашкаливает показывает там словно исторические максимумы если смотреть на кривую и все видят дальнейший рост я думаю что этих ребят рынок должен немножко разнуть до их депозиты поэтому где-то плюс-минус я ожидаю коррекции по этому рынку пока картинка мне для шорта не слишком понятная подожду еще несколько дней исключаю новые максимумы локальные не всегда так скажем дает красивую картинку спасибо виталий за комментарии за рекомендации за сделки ну что тогда следим еще раз отмечу завтра день очень значимый для рынка потому что завтра инфляция сша серьезный триггер для доллара и для рисковых инструментов пока что все действительно располагает к тому что доллар сохранит вот эту восходящую динамику соответственно рисковые инструменты которые мы с виталием прям разобрали ну все основные мажоры точно рисковые активы будут испытывать давление ждем роста волатильности контролируем риски как и всегда друзья следите за загрузкой депозитов риск-менеджмента это как я всегда говорю принципиальнейший момент он прежде всего на вас виталий спасибо тебе за уделенное время тоже хорошей недели и отработки рекомендации увидимся в понедельник следующий обсудим как раз в том числе и отчет по инфляции пока пока удачи и и и и и